Лепс 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 знаком с какими-то людьми криминальными, а он знаком со всей страной, как известно. Артист такого масштаба имеет особенность. Его знают все, и он знает всех. Поэтому говорить он может с кем угодно и как угодно. Поэтому очень странное такое решение. Но американцы, я понимаю, сейчас они, получив вот эти все удары по носу, да, со Сноуденом и так далее, должны доказывать, что на самом деле, на самом деле, они же не зря прослушивают. АНБ же не зря работает. Она же мафию ищет. И мафия есть. Она есть. Вы только про нее не знаете. Я думаю, сейчас будет множество таких случаев в разных странах мира. Будут находить... То есть они будут показывать эффективность работы со своей страной. Да, да. Вот смотрите, мы перехватили в России это, в Японии мы там перехватили, вот здесь. Мы же не зря прослушиваем. Мы находим мафию, мы предотвращаем террористические атаки, мы работаем, да, так сказать. И они грамотно сделали в том смысле, что они нашли какую-то яркую фигуру. Если просто они сказали, что есть какая-то организация «Братский круг», ну, было бы заявление в прессе, одна, может быть, статья в газете у нас, и на этом дело бы закончилось, да. Какой «Братский круг», фамилии там людей неизвестят. То есть они самого популярного, одного из самых популярных лицов. Более того, я бы обратил ваше внимание, что в течение последних 18-15 лет американцы очень четко раз в 2-3 года находят крупные фигуры, вокруг которых российские крупные фигуры. В том числе и из шоу-бизнеса. В том числе и из шоу-бизнеса, но не только из шоу-бизнеса. Вспомним Бородина, Пал Павловича, вспомним Адамова, серьезнейшего человека, министра атомной промышленности. Атомной министра атомной промышленности. Да, 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 да. То есть вспомним Бута, да, серьезного парня тоже, о котором даже фильм сняли. Да, с Николасом Кейджем. Да, раз в 2 года появляется какой-то мощный скандал. То есть вы какой-то алгоритм видите? Четко. То есть вот эта идея, мафия from Russia, from Russia без мафии. На пропагандистском фронте они обыгрывают. Да, они понимают, что просто рассказывать об этом, что везде, вот как мы там говорим, везде там какая-то там, кавказская мафия. А что интересного нам рассказали про это? Ну, какие-то случаи такие отдельные. Смотрите, они раз, там, Олимжан Токтахунов, история с фигурным катанием. Вот 3 года это ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, значит, там какие-то медали не те, понимаете? Вот вы согласитесь, что они грамотно это делают. Грамотно, да, профессионально. Очень не грубо, не в лоб, они выстраиваются. Закончилась эта история, Павел Павлович Бородин. Смотрите, такой человек, и то, что-то там у него прямо совсем не то. И каждые 2 года затихает этот скандал, заканчивается, сдали в архив, уже, так сказать, неинтересно. Теперь был Кобзон. Интересная история, да? Да, и с ним, и с его супругой Нелли, да. Ну, я что могу сказать, что там, допустим, Кобзоны, они пострадали всей семьей, они не въездны в США, где наша элита хранит деньги, поражает своих детей, внуков и племянников. Но в случае с Лепсом, его сборы возросли, так что результат бывает разный. Главное, чтобы был результат. У него, дочка там учится, у него тоже есть проблемы. У кого, у Лепса? У Лепса, да. Да, тогда он попал. Да, тогда-то тоже неприятно. Вот. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.